всем привет меня зовут юля и вы на моем кулинарном лайфстайл канале сладкий персик сегодня мы с вами готовим пирог из замороженных ягод и ягоды даже не придется предварительно размораживать рецепт очень классный быстрее смотрите берем глубокую миску в которой будем смешивать все наши сухие ингредиенты и насыпаем туда муку сахар и разрыхлитель если вдруг у вас дома нет разрыхлителя то его можно сделать самостоятельно рецепт есть у меня на канале все сухие ингредиенты хорошо смешиваем с помощью ложки венчика или вилки и теперь внимание дальше можно продолжать готовить в этой же миске или воспользоваться блендером я все-таки решила включить блендер потому что с ним делать тесто быстрее складываем в блендер сливочное масло порезанное кубиками масло должно быть слегка размягченная поэтому достаньте его из холодильника заранее к маслу добавляем все сухие ингредиенты которые мы до этого смешали накрываем блендер крышкой включаем и измельчаем примерно 20-30 секунд до состояния крошки если вы готовите без блендера то тесто нужно вам просто перетереть руками в крошку это в принципе сделать тоже несложно только чуть-чуть подольше вот такая вот крошка у нас получилось теперь нам нужно отложить примерно 2 столовых ложки с горкой в маленькую тарелочку и пока убрать ее в холодильник и теперь к оставшемуся тесту добавляем яйцо и немного молока молоко должно быть или холодная или комнатной температуры снова накрываем блендер крышкой и хорошенько перемешиваем до однородного состояния вот такое тесто у нас должно получиться она чем-то напоминает по консистенции тесто для шарлотки форму для запекания застилаем пергаментом то есть бумага для выпечки и выливаем в нее все наше тесто затем берем замороженные ягоды у меня была черная смородина размораживать предварительно их не нужно и раскладываем на тесте кстати мне показалось что черная смородина лучше всего подходит для этого рецепта потому что тесто получается сладкая а смородина кислая идеальное сочетание сверху пирог посыпаем крошкой которые мы убрали до этого в холодильник и убираем в духовку данные лишние края от бумаги тоже можно обрезать готовим примерно 40 минут при температуре 180 градусов в разогретой духовке вот такой красивый румяный пирог у нас получился его нужно немного остудить и нарезать на кусочки очень вкусно и удобно что ягоды не пришлось размораживать желаю приятного аппетита ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал